Я рада, что зима и плохая погода нам не помеха, и что любители авторской песни собираются на наши встречи в любую погоду, независимо от температуры на улице. Я вас приветствую на сегодняшней встрече, которая имеет совершенно особенный характер. Вы знаете, вот сколько раз мы встречались, столько раз я вам всегда при встрече говорила. Сегодня у нас совершенно великолепный и уникальный, совершенно не похожий ни на что вечер. И знаете, это не штамп, это не штамп, потому что действительно наш жанр и наша песня настолько богатые, настолько интересные, настолько разнообразные, что каждый концерт, каждый исполнитель, каждый автор, всех, кто приезжает и приходит к нам сюда, это целая жизнь, это целая история, это очень интересные люди. Надеюсь, что вы со мной согласитесь. И никогда мы не уходили отсюда разочарованными, потому что всегда это была встреча с людьми, которым было что нам сказать. В приглашении моем я писала вам, что февраль у нас для нас всегда, не только для нас здесь, но и вообще для всех россиян, месяц, в общем-то, связанный с армией, с людьми, которые воевали, которые служили в армии. Ну, служили в армии почти все мужчины, поэтому почти всех, все вы имеете отношение к празднику 23 февраля. Но воевали немногие, к счастью, к счастью немногие. Мы все-таки живем с вами в главным образом мирное время, но несмотря на это, есть места и времена, когда мужчинам приходится браться за оружие. И наши сегодняшние гости как раз вот из той редкой категории, из той редкой, в общем-то, группы людей, которые защищали, защищали Родину. Защищали Родину, да, так, наверное, это и было. Наши сегодняшние гости приехали из Москвы. Я вам писала о том, что Михаил Михайлов участвовал в боях в Афганистане. Виктор Трофимов воевал на Кавказе. То есть сегодня, вернее, сейчас, этот месяц, к ним относятся вдвойне. И праздники, которые будут, к ним относятся тоже. Но в зале у нас сидит еще один человек, о нем мы тоже поговорим особо, который не будет сегодня выступать здесь у микрофона, но который тоже причастен к событиям, о которых я только что сказала. Бывают такие неожиданные повороты сюжета, которые, в общем-то, немножко меняют первоначальные планы и, в общем, обогащают их, так скажем. Я не буду долго задерживать ваше внимание. Еще раз спасибо, что вы пришли. Я приглашаю на сцену наших гостей сегодняшних, Михаила Михайлова и Виктора Трофимова. Ах, какой сегодня добрый вечер! Пусть печаль и дверью не скрипят. Мой родной, хороший человечек, как же мне скучалось без тебя! Я свою гитару расчехлю, пусть она расскажет, как люблю. Песни, ах, какой сегодня добрый вечер! Как же мне скучалось без тебя! Ах, какой сегодня добрый вечер! Только посмотри в глаза ребят! Мы опять обнимемся за плечи, как же мне скучалось без тебя! И гитару я передаю, мы споем любимую свою песню! Ах, какой сегодня добрый вечер! Как же мне скучалось без тебя! Смотрят замки сказкою знакомой, Путава под мостом дымит ребят! Здесь впервой окажется, что дома, Как же мне скучалось без тебя! Бьют куранты на старом меском, Бой старинный заберут с собой в песне! Ах, какой хороший пражский вечер! Как же мне скучалось без тебя! Ах, какой хороший пражский вечер! Как же мне скучалось без тебя! Как же мне скучалось без тебя! Добрый вечер! Действительно, добрый вечер! Мы, конечно, волнуемся! Мы уже ехали сюда, влюбленными в Прагу! А вчера и сегодня настолько переполнены, насыщены оказались дни! Даже какие-то обычные минуты не становились необычными! А были совершенно фантастические часы целые! А вот и ночной Праги вчера показывали нам и рассказывали о чешском характере, спокойном, терпеливом и практически негарумпированном! Мы просто были в каком-то, значит, шоке и восторге! Ах, это может быть! Но на самом деле машины не заброшены! Вот эти улицы старинные, они старинные, они забиты этими грязными автомобилями! И мы вдыхаем сейчас чистый воздух Праги и чистоту человеческих отношений! Конечно, вот когда приезжаешь, когда вот их соблюдать все-таки сложно, чем вот когда вот просто приезжаешь так! Но, тем не менее, мы вот с этим столкнулись и нас воздух Пражский пьянит! Мы продолжаем концерт! И следующая песня, песня Виктора Трофимова! У нас Голицынский главный клинический покраничный госпиталь раскинулся в пушкинских живописнейших местах! Об этом и песня на стихи Костантина Тена И грустят в Голицынской озере! Тихие ночные электрички Рельсами пошпала семья Где-то милосердная сестричка Раненого в душу ждет меня Ласковым гитарным перебором Я тебе не все еще сказал И грустят в Голицынской озерах Голубые, как твои глаза Разве мы с тобой виноваты Кто-то перевел на стрелке путь? Бросьте круг спасательный, ребята Я боюсь в озерах утонуть Ласковым гитарным перебором Я тебе не все еще сказал И грустят в Голицынской озерах Голубые, как твои глаза Клятву Гиппократа не нарушит Вечно милосердной часовой Ты мою опять врачуешь душу Голубой, целебною водой Ласковым гитарным перебором Я тебе не все еще сказал И грустят в Голицынской озерах Голубые, как твои глаза Запитаясь жизненной силой И выйду за долину Окаем, сохрани меня, спаси Помилуй, в царстве ловиться на двоем Ласковым гитарным перебором Я тебе не все еще сказал И грустят в Голицынской озерах Голубые, как твои глаза Ласковым гитарным перебором Я тебе не все еще сказал И грустят в Голицынской озерах Голубые, как твои глаза И грустят в Голицынской озерах Голубые, как твои глаза Рождаются такие замечательные ритические строчки Я хочу чуть-чуть добавить Я думаю, что она про то, что еще не случилось Вот берет человек на войне без любви, ну просто невозможно Собственно, песня написана по фронтовым условиям А без любви там никак И вот, ну практически нет у него ничего Ну что-то вот такое было, какое-то затепилось вроде И он себе придумывает ее, ходит и улыбается целый день Была история, мы в Минске ее пели И там есть такая строчка Влюбился и вгляделся так Что с головы до ног тебя запомнил всю я Твою под тоненькой маечкой Волнующую маленькую грудь Глаза и губы, и ключицы Так что кажется, коль руку протяну я Смогу дотронуться И очень, знаешь, хочется мне руку протянуть Там у нас были концерты И вот пришла однажды совершенно юная Никак даже нельзя было подумать Что она уже написала целый учебник По страшному предмету Который называется «Русский язык» И она залилась краской И не могла обететь А вы не могли бы спеть песню Вот, ей понравилось Она так зароделась, прям так трогательно Говорит, про маечку И поэтому у нас так между собой Мы называем это песенка про маечку Теперь Целый день Чему-то улыбаюсь И ни взгляд, ни взгляд Не думаю Я спастаюсь Палаткой словно на парус Согреваю Печкой обман Твой смешной обман В ту ночь сказала, что приятный я и только А до прочего нет Треба Конечно, ты была права И я сомнения подняться не давал Но почему же дрогнула рука Когда мою нечаянно затекла Забытой гасла сигарета И приятный я и все качались Дружба Дружба И я сомнения подняться не давать И я сомнения подняться не давать Твою потонькою маечкой Волнующую маленькую грудь Глаза и губы И ключицы Так что кажется Коль руку протяну Я смогу затронуться И очень, знаешь, хочется Мне руку протянуть В этих вот Отеческих пределах Раз бы взять с собой На высоту Обернуть Тебя голубом белым Окунуть В земную красоту А может памятную ночь Меня и правда пригласила за стихами Чтоб рассказать мне про обиды Распушистого ленивого года Чтоб с городами С три часа И не проспать По утру уехать К маме И я Придумал это все И пусть ведь Правже Неплохо накатал Целый день Чему так улыбаюсь Целый день Чему так улыбаюсь Целый день Из Дагестана Вятого пламенем гражданской войны Мы туда ездили Неоднократно Но вот однажды мы улетали Военно-транспортным самолетом В Москву Пол Транспортника Был застелен Носилками Тяжелораненными Их везли в Москву Спасать И когда мы прилетели Там Прямо вот Веер был скорой помощи В разные госпиталя Их мгновенно Один стал кончаться Тут же умирать На борту Самолета И он большой Сам по себе И через носилки Не каждый мог Двинуться А Витя был рядом И там Анестезиолог Врачи Сразу там Кровь живет И Витя был рядом И на подхвате Ну что он может Он полковник парамбоз Вот Ну что-то В общем-то Смог тоже И его вытащили С того света Потом Он откинулся Затылком На борту И тут же попросил У самого не был У меня попросил Поэтому Я виновен В написании Песни Которую вы сейчас услышите Попросил Листок бумаги И ручку И родилась песня Сестрица Милосердия Плоцдарм под Бодлихом Войсками Обживался А под Бойнакском Разгорался Новый бой Трехсотых Тих, кто в поле Отстрелялся Везли Девчонки Медики Домой В Илюшкина Балу Носилки Цуга В них Семь Тяжелораненых Солдат У изголовей И сестрички Круга Колено Преклоненные Стоят Майор Лариса Анестезиолог Волнистая Каштановая Прять Как сын Родной Парнишка Каждый Дурак И Каждого Боится Потерять Глаза Ее Слезинки Застилают Но Руки Бой Ведут За жизнь Ребят А где-то Их Девчонки Ожидают И Матери Солдатские Не Спят Самой Порой Не просто В этой Жизни И Радость У нее И Частый Гост Бросает По Краинам Отчизны Судьба Где столько Пережить Пришлось Нас Мудрится Борою На такое Но На себя Взвали Чужую Боль Она Сестрой Родной Успокоит Она Смерти Заслонит Собой Заслонит Чуткая Страна Она И Подпевает Еле Слышно Отступает Болая Война Отступает Война Отступает Война Болая Отступает Война Война Отступает Следующая песня Она такая легендарная песня Написана На межом Афганистане В нашей армейской сети Называется просто Бетер Это песня О машине О человечине До образа Такого Действительно Замечательного Спасителя Бронетранспортера Мы были в Краснодаре? Да, в Краснодаре у Миши живет мама, там он тоже родился. И вот во дворе один из героев этой песни, который погиб одним из первых призывов в Афганистан, он напротив Миши жил, сосед, Колька. Вот Миша показывал мне окна этого, где жил этот Колька. Вот тогда вот я, может быть, по-другому как-то прочувствовал эту песню, когда увидел это окошечко. Вообще гадкая песня и песня военная, написанная офицером-солдатом, она очень часто документальна, где соблюдены география, имена, даже способ военных действий. Поэтому, наверное, ее в общем-то такое какое-то время запрещалось достаточно серьезно. Но ее так любили в Афгане и кругом, что даже те, которые запрещали ее официально, и вынуждены были, вынуждены были принимать всякие меры, они потихонечку сами распространяли афганскую песню на газетах и перевозили в каких-то скатах автомобильных, термосах, привозили в Союз до восемьдесят седьмого года. А после восемьдесят седьмого года случилось то, о чем вы узнаете чуть позже. Это такая интрига. Карбюра на руках и легких не хватает кислорода, нет ни моих, ни лошадиных сил. Руль обмотан и бинтами рвет в ладони и залжи моду, ну чтоб взбесился, я же тебя просил. За пылью ползат вас ползает и в глаза их разкидает в камни, шины разгрызают крыск. Точно не стари так тонко, ты же бедер, не девчонка, а держись, стелься нам нынче вниз. Отойдем от пыли всю светую, я тебя, родимая броня. Крепко обниму и расцелую, точно морду мог в югая. Может, за этим вот поворотом кратко кашляла с пулеметом, это вот молчаливая гора. Бронежилета чуть не хватило, прямо под горло пуля прошила, только прошила с нашего двора. Как он резково прыгал на воду, в жильцах ботанских, но не зубота. Слава он, бедер, себе без забот знаком. Жили в скольках ближе, чем братья, и умирал он в твоих объятьях. Вот, а ты носишь нас с ватровым стеклом, подойдем от пыли всю светую. Я тебя, родимая броня, крепко обниму и расцелую, точно морду мог в югая. Впереди задохнувший заглохла чья-то броня, и теперь там плохо. Ну, молодчага, но сам ее попер. Только держаться надо держаться, на перевале там отдышаться. Ты ведь все можешь, бог, а не транспортер. На верхотуре тысячи метров все я забуду про солнце и ветры. Буду, как модель, возле твоих яран. К черту, суку, пари, воду и реку. Ты не машина, как человек. Ты будешь живей последних ночам вчера. Ой, дойдем от пыли всю светую. Я тебя, родимая броня, крепко обниму и расцелую, точно морду мокрую гоня. Снова Чечня. Одинцовский десант, который приземлился в Аргунском щеле по граничном отряде. И песня Виктора Трофимова «Одинцовский десант». Анушка рванулась в высоту, курс ее на Северный Кавказ. С грузом под завязку на борту. Путь в этом колено этот раз. По гранцам заботу и тепло. Гарит Одинцовская земля. Горы проплывают под крылом. Снежными лавинами пыля. Небольшой, но дружный десант. Приземлился на горном полоток. Над отрядом закат в небесах. Из палатки мотив простой. Здесь на краешке нашей земли. Место службы тех лучших парней. Что ни разу отечество не подвели. Среди этих суровых камней. Каждый прилетевший был собрат. Родины частицы вдалеке. И народ делился чем богат. Даже кипяточком в котелке. А затем в вечерней тишине. Прозвучал гитарный перезвон. Не прожить без песен на войне. Где аргун течет, как рубикон. Небольшой, но дружный десант. Приземлился на горном полоток. Над отрядом закат в небесах. Из палатки мотив простой. Здесь на краешке нашей земли. Место службы тех лучших парней. Что ни разу отечество не подвели. Среди этих суровых камней. Верный наш трудяга вертолет. Лишь одна надежда на него. Над горами наш десант несет. А второй страхует своего. На что рвали твердая рука. Ей судьбу доверили свою. Сердце в пятке падает слегка. Чтобы тричься песню запою. Небольшой, но дружный десант. Приземлился на горном полоток. Над отрядом закат в небесах. Из палатки мотив простой. Здесь на краешке нашей земли. Вместо службы тех лучших парней. Что ни разу отечество не подвели. Среди этих суровых камней. Здесь на краешке нашей земли. Вместо службы тех лучших парней Что ни разу отечество не подвели Среди этих суровых камней Аннушка рванулась в высоту Курс ее на Северный Кавказ Аннушка рванулась в высоту Курс ее на Северный Кавказ Песня называется «Бетонка» Это вот в Афгане прокладывали бетонные роги Для техники нашей И вправо-влево сойдешь Обочины обязательно минировались Зашманами, конечно А сама бетонка, она разбита На стыках И если ехать не на бетаре У которого громадные человеческие колеса А если ехать на, допустим, Камазе То вот однажды я думаю Да, высплюсь, ночь не спал Думаю, высплюсь, Камазе Поехал в Камазе Рот нужно держать открытым И вот мускулатура должна быть очень крепкой Если поразбитые бетонки едешь Потому что можно без зубов остаться Представляете, так много километров Сидит человек с открытым ртом А вокруг, значит Вокруг Такие машины называли телевизорами Огромные стекла, обзор Дух, он ночью залезет там В своих родных скалах Прикроется, посмотрит там всю позицию А водитель должен башкой вертеть на 360-й радус А если за спиной его находится горючее Такие машины просто называли свечками Вот понятно почему Но все равно водители рвались В эти рейды и после рейса рисовали Там есть такая деталь Звездочки на своих На своих На дверцах машин Бетонка Что-то не очень В общем, дальше поехали Еще раз Я так хочу взглянуть в глаза твои Прикоснуться к тонким, правильным губам Ну, пока земля За рекой горит Почта полевая Мой почтам Да бетонка хромает Но бежит Что ни шаг спотыкается Вся разбита броней Да нас хранит От обучины ровная Но шальной Только вспомню тебя Желтый бит За окном Сразу улыбается Да и что вспоминать И так всегда Где-то рядом со мной А помнишь, как бродили мы ночной Кулачкой со звездною оправой Здесь же еще тыной Звезд открытый мой Через рапорет На дверь цифра А бетонка хромает Но бежит Что ни шаг спотыкается Вся разбита броней Да нас хранит От обучины ровная Но шальной Только вспомню тебя Солнный вид За окном Сразу улыбается Да и что вспоминать И так всегда Где-то рядом со мной Вот только Говорит Не стоит мне Перед ним себя И в ритм И сам не рвит Там и без меня Справятся вполне Да без бетонки мне Не обойтись Пусть бетонка Бежит, бежит, бежит Никогда не кончается Нас бетонка Почти всегда хранит От волны Неожиданно И все равно Только где-то В пути Бежит, бежит, бежит Абелис Невысокий Со звездой Значит Столкнись С нами Товарищ Будь Остальное За мной И бетонка Роман Но бежит Что ни шаг спотыкается Вся разбита Броней Да нас хранит От обучины Ровная Но шальной Только вспомню тебя Звездный вид За окном Сразу улыбается Да и что вспоминать Ты так всегда Ты где-то рядом со мной Ты где-то рядом со мной Ну теперь у нас лирика Ты считаешь? Я считаю Что-то лирика такая Хорошая Значит Следующая песня Называется Бравурный марш Написана она В последние дни Афгана И было такое Знаете Обращение Из Афгана Вот В сегодняшнее время Ко мне И к нам Которые живут Вот в этом времени Была такая картинка Мы ехали с боевых Усталые Зачемленные И честно говоря Выполняя какую-то форму Начпоновые Очень У нас есть такое Военное слово Рубился Значит И вон там Пытался надувать щеки И Встречал нас оркестр Он нафиг Никому не был нужен Он не слышен был За звуком Этих Движков Этой колонны Вот И Все ехали усталые Кто-то там погиб Грязные Все рыжие Этой пыли Вот Но Когда Я Вымылся В бане У нас Я думаю Самая лучшая баня Была в редакции В шантанде Вот Вышел На площадку Выдохнул И подумал Да Когда-то 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 Этот оркестр Будет восприниматься Совсем по-другому Вот Оркестр Я не любитель оркестровой меди Она уж больно часто Мне фальшью душу ест Но врезалась к чему-то Как с боевых мы едем Она Забоченный Криминоркестр В рани Жилитые тенники Коричневой Были Загар сквозь грязь Почти у всех Небрита Борода Там Та-та-та-та-та-та-лина В самом краю земли Бравурный марш Оркестр играл Тогда Там Та-та-та-та-та-лина В самом краю земли Бравурный марш Оркестр играл Тогда Движки Редели Заглушая Трубы Они до парада Было Нам честно Говорят Сил Сил Не осталось Даже Поднять Улыбкой Губы А потому Трудились Трубы Зря Не в радости Музыкантам Дуть Но что Они могли Угрюмо Старый Барабан Под палочкой Та-та-та-та-та-та-та-та-та-лина В самом краю земли Бравурный марш Оркестр играл Тогда Потом Потом еще дорог немало будет Парад, где оркестры не раз сыграют нам И время наше много остудит и забудет Но как-то на пою невольно ссад Мотив, что плыл на Зойлево в жарище и пыли Забыв, откуда взялся он Но вспомнил вдруг Ах, да Там, да-да-да-да, в долине На самом краю земли Бравурный марш Оркестр играл тогда Там, да-да-да-да, в долине На самом краю земли Бравурный марш Оркестр играл тогда Вот нулевые годы Не знаю, как здесь, но мне кажется, что у нас у всех это было параллельно Вот, и нулевые годы, представьте, сидит офицер Бывшая учительница не офицера, а просто учительница Вот, у них ничего не было Вот в прошлом они вроде бы, они все бюджетники Нету зарплаты, нету никакого будущего совершенно Нету, можно сказать, родины Потому что она как-то разваливается на глазах, ценности меняются И все очень грустно И между ними тоже ничего не может, в принципе, быть Теплого и какого-то такого Но вот, есть у них в прошлом Анна Ахматова Поэзия, ну не только ее, вот русская поэзия И знаете, если вот внимательно и вдумчиво, как говорят, такое слово есть Отнестись к этому То вот этот именно момент Все переворачивает с головы на ноги И у них, оказывается, при всех прочих, которые остаются константой Есть и было будущее, есть настоящее И, конечно же, будет и будущее Ну вот, собственно, об этом песня Ах, спасибо вам, Анна Ахматова Мы на кухне с училкой бывшей Развели разговоры за жизнь Говорим, поднимаясь, все выше и выше И летим, хоть за звезды держись По поэзии века двадцатого А заветные грезы меж строк Ах, спасибо вам, Анна Ахматова За уютный такой вечерок Ах, спасибо вам, Анна Ахматова За уютный такой вечерок Было время варенья ваши Переписывал я от руки Позаимствовать ваши Хотелось без страшей свечей и любви и тоски А теперь со своими заплатами Пьем какау свою не спеша Ах, спасибо вам, Анна Ахматова За ночной разговор по душам Ах, спасибо вам, Анна Ахматова За ночной разговор по душам А еще был денечек отличный Просто в юности билет раздобыл Томик ваш как товар Как товар заграничный Я в Шинданде за чеки купил Нынче ж томик как повод порадовал Чтоб соседку мою расспросить Ах, спасибо вам, Анна Ахматова За негромкие эти часы И училка студенткаю ночи Проводила за чтением книг Молодыми ночами Из редких источников Постигая таинственный стих Что искалось в мучениях адовых Нас на старенькой кухне нашло Ах, спасибо вам, Анна Ахматова За нежданное это тепло Ах, спасибо вам, Анна Ахматова За нежданное это тепло Наше время стихов не умножит Как трагичные ваши года Но училка на вас Чем-то очень похожих Поэтично, печально, горда Вечер дальше бассианцы Раскладывал Не дано им совпасть И не жарим Ах, спасибо вам, Анна Ахматова За домашнюю эту печаль Ах, спасибо вам, Анна Ахматова За домашнюю эту печаль Ах, спасибо вам, Анна Ахматова Ах, спасибо вам, Анна Ахматова Какой-то работает Все, все, все Как-то забыть Это Виктор Трофимов У него так все должно быть Во время концерра Можешь пройти на сцену, поговорить Он хочет сфотографировать Ну давай, подождите Фотографируй Он касался ее губами Точно выпить хотел-то она Очень маленькими глотками Замирала струна она В ней любил легкую бростку Но шатала и без вина Если видел ее поход Упакованную джина Лейтенантскую жажду женщин Нерастраченный пыл казарм Он отдал ей при первой же встрече Заглянувши в ее глаза Через месяц конец корриде Был сначала мил смешон А потом он ее обидел Не простившись даже ушел Что слова думал он помеха Для нее и сплошной обман Лейтенант на войну уехал На границу в Таджикистан Где в краю горного солнца Посреди беды и тревог Лейтенант в усы усмехнется Вспомнив пластику дивных ног Чтоб лицо ее и походка Не достались пустым словам Он ей писем не слал афотку Он не смог обнаружить сам Ни в одном из ее альбомов Не нашел родное свое Где бы с Грацией столь знакомой Оживала душа ее Он погиб без затей На мине Подорвавшись у козьих труп Что нашли, собрали в ложбине Забаяли в цинковый гроб Основное про звездного принца Лишь тогда узнала она И в ему приглянувшихся джинсах Заявилась на похорону Время крутит педаль Встала наша девочка под венец Муж, конечно же, славный малый И ее малышу отец Только часто гуляет аллейка Где чудица смерти нет Лейтенант сидит на скамейке И любой взглядит ей вслед Он касался ее губами Точно выпить хотел давно Очень маленькими глотками Замирала струной, а она В ней любила любую бороздку Но шатала и без вина Если видел ее походку Упакованную джина АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете Военному человеку, наверное, чаще приходится думать О том, почему Мы Самые главные наши вопросы Взаимоотношения Между странами Решаем посредством танков Здесь, в Фраге В Варшаве Вот в Афгане Перед въездом в аэропорт Чтобы не разбили взлетным полосом У нас в Шунданде Стоял самодельный Дорожный знак Он был нарисован от руки Там красный круг В красном кругу Было от руки нарисован так Конечно, никаких границ Как положено По правилам дорожного движения У каждого знака есть какие-то границы У этого знака Не было Вот И казалось, что он стоит вообще Для всей планеты А Знаете В Афгане Ну, может быть, на стражевых заставах А вот Во время боевых действий Танки себя не очень-то оправдали И много их До сих пор Афганцы не убирают Обелиски из баршин Вот До сих пор они там Стоят Можете представить Смерть, когда взрывается Бойкомплект И башню относит на 200 метров Что остается от Родных и близких От пацанов Безусых Или даже Здесь дорожный знак не в законе Есть один и тот не в дугу Нарисован на белом фоне Там в нелепом красном кругу Дальше Дальше хочешь сядь за баранку Нет колюс, да груз на плечо Но нельзя кататься на танках Танкам здесь проезд запрещен Но нельзя кататься на танках Танкам здесь проезд запрещен Танки те, что стали грабами Стянуты с дороги на край С нецелованными губами С нецелованными губами Отправлялись мальчики в рай Сколько обелисков из башен На дорогах этой земли Скольких, скольких мальчиков наших Под воронёй не уберегли Сверху глянь, а можешь со знамки Все чисты их дух освещен Но нельзя кататься на танках Танкам здесь проезд запрещен Но нельзя кататься на танках Танкам здесь проезд запрещен Видно не по чьей-то оплушке Нет границу знаков навек Не для этой только дорожки Для дорог стоит он для всех Мир до боли милз По заранку помолился Был бы крещен В нём нельзя кататься на танках Танкам в нём проезд запрещен В нём нельзя кататься на танках Танкам в нём проезд запрещен Это вот ваше приглашение на сцену Пока вы идёте в столь долгий путь Я представлю, что это не только вот этот безобразие Который пытается меня сбить всячески Он ещё и лауреат Один из первых полковников Лауреат Грушинского фестиваля Можно похлопать Он завоевал гран-при В знаменитом телефестивале Виктория Очень гордится званием Заслуженный работник культуры Российской Федерации Опять можно хвопать Друзья мои С Виктором Драхимовым Мы споём ещё одну песню Случай в госпитале Песня, которая показывает Что я даже постарался оставить Даже диалог Между медсестрой и спасённым И вот даже называется оно Прямо как репортаж Случай в госпитале В Афганистане Выдумать что-то Было значительно Ну не нужно было ничего выдумать Потому что Бери, поднимай земли И пиши И всё может Вот если тебя И каждый Почему так много писал Потому что у каждого Внутри клокотала Вот любовь К жизни, к дружбе Вот жажда Вот это всё Отношение Единственное, что иногда Только вот такие ситуации Военные бывали Что вот как бы не соскользнуть Там на какую-то пошлость И так далее Но здесь, конечно Ну и вот должна быть Какая-то грамма Случай в госпитале Пашку сорвало С брони фугасом Вжало меж камней Взрывной волной В первый раз Очнулся парень сразу В госпитале Только во второй Шевельнуть рукой Ногой бессил Длин вместо тела Огненная зыбь А вокруг Одна другой Красивей Бегают Хоть от лавида В сыпь Только где уж Даже речь овечья И не смог он Блея возразить Той девчонки Севши на предплечье Эх, девичья Медсестричья Брыть А она Попадилась И мило На ладонь Гнездилась Как на стул В десять дней Собрался Пашка с силой Пальцем под курносы Шевельнул Вмиг взлетело Несколько пощечин Хлестких Хоть и маленькой рукой Залепило Только между прочим Пашка был Развязки Рад такой Ведь потом Всего Исцеловала Схлепывая Господи Ожив Улыбнулась Как ребенок Малый Здорово Притумал Скажи Параду 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 Аплодисменты 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 Ну сейчас я оставлю вас Немножко с Виктором наедине И хочу представить его Песню Женька Он написал ее В Ботлихе Как раз Там у нас На гастролях Такие Ну хотя бы один случай Мы выступали на Беттере Полчаса как закончился бой Еще убитые в десантниках Не достали Из ущелья Вот И в общем-то Многие были Вот с летом Можете представить себе Какая Да вот Какая напряжение И самая одна из самых светлых Песен Которые удалось написать Достаточно светлому И все-таки вот Бесшабашному разъединяю Виктору Трофимову Вот Это Женька Он посвятил Он посвятил Посвятил ее Своей Доченьке Вот Которая была Тогда Один год Один год Один годик Друзья Сейчас Уже 14 Девятый год Это август 30 августа Как раз В этот день Родилась Песня Сестрица Милосердия Которая звучала В начале программы За три часа До нее Прозвучала Первая песня Женька В Собках Мы отмечали Эту первую годовщину Разложили Нехитрую армянскую Снеть Открыли банку Консервы Тушенки Хлеб порезали Крупно У меня была С собой в запасе Бутылка лимонной водки И меня там На камнях Отстретили годовщину Моей дочерки Почему была радостна Поскольку у меня Сыновья Уже были большие К тому времени Мы сейчас Им 34-30 А дочери Вот 13 Тогда годик Родилась Судьба Подарила девочку Еще Встретив утро С сердцами Васильковых глаз Понесет ладошку Женька К солнцу Лучи Напишу я Дочурке Маленький рассказ А быть может Даже песня Вдруг получится Напишу я Дочурке Маленький рассказ А быть может Даже песня Вдруг получится Серебристым колокольцем Женькин голосок Объявляет Пробождение Следующего дня Сладко чмокает Девчушка Пьет аймовый сок И улыбка Шесть и зубы Радует меня Сладко чмокает Девчушка Пьет аймовый сок И улыбка Шесть и зубы Радует меня А в один плескай Звонко Тысячами брызь Ярко радуется Жизнь Доченька моя Дриплет Желтую утенку И счастливый виск Разлетается Потом Музыка Извиня Триплет Желтую утенку И счастливый виск Разлетается Потом Музыка Извиня Вознает закон Не туда Все бросаем вниз Полминуты Игрушки Снова на полу Тянет Тянет И замер Тянет Тянет И замер Тянет И замер Непоседа Вертушка Живчик Славный Даже до ночи не уложишь ты её в постель Хохочай и кургай, случится по прямой Это мой неугомонный вечный двигатель Хохочай и кургай, случится по прямой Это мой неугомонный вечный двигатель Песня, которая тоже очень близка мне, поскольку нет, наверное, иного человека в нашей стране, но и, наверное, среди вас, у кого кто-то не воевал в Великую Отечественную, вот у меня воевал дед Иван, Иван Федосевич Гайдук. Погиб он в 1942-м под Воронежем, только спустя 50 лет нашли следопыты, вот поисковики, могилу его, братское захоронение. Сейчас есть в Острогожском районе, Воронежской области, есть братская могила, которой мы поклонились только спустя 50 лет окончания войны. А вообще, я стал, наверное, военным благодаря рассказам моей мамы о моем замечательном деде, который был таким политруком. Он был редактором газеты, как оказалось, в последние несколько лет, и я вот тоже в завершении своей службы стал редактором многодеражной газеты пограничной, в Магалитинском пограничном институте, то есть много переплетений таких. И вот, наверное, благодаря рассказам-то и поступил в училище пограничное, стал политработником, в общем, и потом дальше вот сидя повела меня по государственной границе. И к 50-летию я написал песню «До прости, деда Иван», тогда было очень больно и обидно смотреть, как наши ветераны выстраивались в очередь за гуманитарными пайками, которые приходили из Германии. Так было стыдно, вроде, что победители просят помощи побежденных, чтобы государство могло обеспечить достойную им жизнь, и некоторым до сих пор. И тогда вот она такая немножко злая, обиженная песня была, но сейчас что-то изменилось, конечно, в отношении ветеранов, но их самих осталось настолько мало, что через несколько лет некому будет выйти на Парад Победы на Красную площадь. Ты прости, дед Иван. Парад Победы на Красную площадку Парад 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 Парад, Парад 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 Парабе на Красную площадку бредители. Как кончилась эта война, Но народ все с колен не встает. Вы простите нас те, кто погибли в бою, Чтоб свободными мы росли. За Россию, стоящую на краем, За народ, что от войн не спасли. На поверку встают ветераны, С каждым годом ледеют ряды, И стреляют их старые раны, Чем воздали мне за труды. Победители помощи просят У разбитых, как от атом, врагов. И гражданские войны все косят Тех, кто мир спас от тяжких оков. Юбилей свой победный, встречай, страна, Только горечь он отдает. Уж полвека, как кончилась эта война, Но народ все с колен не встает. Вы простите нас те, кто погибли в бою, Чтоб свободными мы росли. За Россию, стоящую на краем, За народ, что от войн не спасли. Ты прости, дед Иван, Что тревожит твоя душу, Рассказан таким. Все же Эрик, когда-нибудь сможем Государством гордиться своим. Пусть победы салютные в залпы Всколыхнут нашу гордость и честь, Чтоб пришел я к тебе и сказал бы, Что Россия великая и есть, Что Россия великая и есть. Еще одно событие, которое когда-то было И в моей жизни, и в жизни наших пограничников, Мы помогали охранять границу таджикам. Тогда как раз они в 92-м году стали отделяться И попросили нас помочь им научиться Самим охранять границу. И тогда офицеры-пограничники Отправлялись сюда в командировки На три месяца, полгода, год. То есть пока восстановление не произошло Своих национальных кадров. Вы знаете, что наши войска долго были в Тушкестане, Охраняли границу сегодня от Тушкестана и Афганистана. И стояла там 201-я дивизия. То есть и вот тот поток наркотрафика, Который шел, мы очень серьезно перекрывали. Сейчас, к сожалению, все ведет Утроем в десятерненном размере И в Казахстан, и в России, Видно, где есть страны, к сожалению. Ну вот тогда мы перед трапом самолета Вот родилась такая песня. Вперед, Душангэ. Вот и снова прозвучал Нам приказ вперед Ведь таджикский аксакал Нашу помощь ждет Видно, крест у нас таков Их едрена мать Грудь российских мужиков Пулям подставлять Но ведь там еще Ребята наши Ведь его они То ли, коли Саши Мы для них Частичка Тот Той России У которой Помощь Попросили И в неведомую даль Самолет Несет И, храня свою печаль Мать-сыночка Живет Ждет жена И дети ждут Уж привыкли ждать И в тревоге Потекут Эти Не опять Но ведь там еще Ребята Наши Ведь его они То ли, коли Саши Мы для них Частичка той России У которой Пусть Попросили Ну, не вешай Носа Друг Все вернемся В срок Верю Надежность Наших рук Путь у нас Задалек Дружба Нас Не подведет Друг за Друг Стой Кто Не с нами Не поймет Службы Непростой Но ведь там еще Ребята Наши Петер Они То ли Голи Саши Мы для них Частичка Той России У которой Помощь Попросили Но ведь там еще Ребята Наши Ну, я попрошу Михаила Снова наш дуэт соединен На этой сцене Я думаю, что не только он дуэт Это будет у нас Хоровой коллектив Первая наша спевка Этого замечательного Барнацка В Глубе Прага Сегодня у нас Первая репетиция Договорились? Нам говорила Татьяна Что все вы Будете И знаете Хоть немножко Можно они громко Можно опрасть себя Кто стесняется Кто не стесняется Может всей душой Часто И Бог Отгремела Война Уже давней историей Стала Но никак не отпустит Тревожную память Бойца От снарядов И мин Мы очистили Наши кварталы Но какой же сапер Разминирует Наши сердца Дымилась роща Под королью И вместе с ней Горел загад Нас оставалось Столько трое Из восемнадцати ребят Из моих друзей Хороших Лежать осталось В темноте У незнакомого поселка На безременной высоте У незнакомого поселка На безременной высоте В полях Матери не спят А где-то в людном мире Который год подряд Одни в пустой квартире Их матери не спят Я уходил тогда В поход В далекие края Рукой взмахнула У ворот Моя любимая Рукой взмахнула У ворот Моя любимая За них Родных Желанных Любимых Дорогих Строчит Булеметчик За синий платочек Что был на плечах Дорогих Строчит Булеметчик За синий платочек Что был на плечах Дорогих Все вместе дружно Погромче Рассыпали Дорогих 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 Поплыли Туманы Над рекой Выходила На берег Катюша На высокий Берег На крутой Выходила На берег Катюша На высокий Берег На крутой Казаки Казаки Едут Едут По Берлину Наши казаки Казаки Эй Казаки Едут Едут По Берлину Наши казаки По Берлицкой Мы с тобой Не шли На водопой Шли Подряхивая Грибой Горьки Дорогих 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 Разбивает Верховое Ребята Не впервой Нам поить Корней Казахстан Казаки Эй Казаки Едут Едут По Берлину Наши казаки Казаки Эй Казаки Едут Едут По Берлину Наши казаки Эй АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Молодцы Вам тоже, пожалуйста Им В целом Вот Мы считаем Себя Вот Давшимися Мы считаем Себя Хорошими И объединяемся Как сегодня С людьми Хорошими Пограничная юность Его Песня Виктора Трофимова Пограничная юность Моя Череда Бесконечных Тревог Может Путь этот Выбрал я зря И напрасно Прошел Сто Дорог Может Легче стоять Колчее Как Кверсантов Различных Мастей Удержаться Подольше В струе И подачки Ловить От властей Но Душа Не может Мириться Голова Не хочет Склониться Не хочет Склониться Пусть Не Немало Пришлось Голова Не хочет Склониться Не хочет Склониться Мы Всегда Своё дело Любили И о чести Своей Не забыли Не хотим Мы стоять На коленях В России Своей Мы Всегда Своё дело Любили И о чести Своей Не забыли Не хотим Мы стоять На коленях в России своим Как бы нас не ломала судьба Мы не станем платить ей оброк Если в бой позовет нас труба Мы не пустим беду на порог Не исчезли еще на Руси Наше братство мужское и честь Если помощи будут просить Пусть откликнется в нас эта весть Ведь душа не может мириться Не может мириться Голова не хочет склониться Не хочет склониться Мы всегда свое дело любили И о чести своей не забыли Не хотим мы стоять на коленях в России своей Мы всегда свое дело любили И о чести своей не забыли Не хотим мы стоять на коленях в России своей Спасибо Наконец, то ружье, о котором говорил Чеков Оно сейчас должно выстрелить Та интрига, которую я подпустил в начале концерта Потому что заканчивается первое отделение Мы сейчас переоденемся в гражданку И будем такими же, как вы И будем здесь еще чудить немного Потому что по форуме чудить не полагается Значит, ну а сейчас будет такая торжественная И вот лично для меня Знаковая такая часть Я хочу вам представить Своего учителя Да, моего это ладно Вы знаете Вот среди нас сейчас Находится человек Который А вот Слышал каждый, наверное, об афганской песне Вот здесь только два скромных Весьма представителя Этой афганской песни Их многие И многие И многие Сотни Из них сотни Стали профессионалами Десятки групп Разного рода Фольклорных Рок групп Причем такие огромные Вот концерты в Кремле Огромные концерты Во всяких таких престижных залах Гастроли по горячим точкам Колоссальное количество Авторов-исполнителей Фестивали проходят На всех площадках Самых крутых Которые есть в стране Вот Проходят концерты Это все Можно назвать Одним словом Фестивальное движение Это удивительно Удивительно Что до сих пор Когда в стране Которая переполнена Этими воймами Какими азмами Их столько уже Народ устал от крови От этого всего Но Представляете В поселке В Волгограде Поселок Рудня Волгоградского Там руководитель Этого поселочка Поэт Виктор Полищук И есть такой сайт Автоматы гитары Самый крупный Он располз По всей планете Вот имеет приверженность Когда хотели Подорвать его Ну чеченцы Хотели подорвать Его из-за рубежа За рубежом Нашлись Поклонники И Тут же Гражданские Потом уже Подключились Полковники Которые из ФСБ И они так Защитили его Что теперь К нему никак не подорваться Ну то есть А сайт он начался Вообще в Омске Так вот Через посредством Этого сайта Называются Автоматы гитара В этом поселочке Организовался международный Фестиваль Вот внимание на экран Афганской песни Это уже было После 20 лет Афгана Да Можете представить себе И собрались Вот я был На Владимире Недавно На фестивале Участников Автор и исполнитель Участников Боевых действий Тоже со всех концов Приезжали люди В общем-то Они приезжают И вот из Европы Из Америки Вот песни эти встречаются Удивительным образом Она как-то распространилась Ну например Вот выпустил диск Не потому что я Не потому что я А просто вот Вот так Там Под Кандагаром Дело было Вот Через полтора месяца Штампуют Китай И почему-то Болгария Пиратки А Германия Через год Купила Лицензию У продюсера Ну нафига им Эти афганские песни Да Вот казалось Вот она купила Лицензию И все это Четвертое переиздание Да Я хочу представить вам Человека Который начинал Который пробил Из-под поля Песни афганские Были запрещены Долгих 7 лет И даже могилы Разносились Вот В стороны тех И не писали Что это погиб Афганистан При выполнении Интернационального долга Запрещали Неклассное было Такое распоряжение Запрещали могилы На одном месте Хоронить Даже запрещать И вообще Про афганскую войну Рассказывают И через вот это Представьте Через эту толщу Пробиться Через запрет официальный Вот Пробиться Достаточно сжатые сроки Выпустить на фирме Мелодия Первые пластинки Первые пластинки Вот время выбрало нас Афганские Леша Ты сейчас его увидишь Подожди чуть-чуть Ты вот Ты уже смотришь на меня Сейчас будешь смотреть Уже не на меня Первые пластинки Через целое Их было больше десятка Каскад На его совести Первые пластинки Он аранжировал Он писал музыку Он фотографировал Он писал аннотации И он пробил Но самое главное Это чудо Он пробил На фирме мелодия записывала Вот первое Время выбрало нас Четыре диска Первых на которых Все авторы-исполнители Первый фестиваль Из этих авторов-исполнителей Лиги Которые себя увидели в лицо И до сих пор Большинство из них Находятся на всесоюзных подмостах И не только всесоюзных На Украине Но всесоюзных Правильно Вот И сейчас я вас прошу Просто вот Вы организованы У нас очень много Огромный зал Знаете, вот в истории Есть такие люди Которые делают историю Но, к сожалению История вот при жизни Они, к сожалению Они вот Их вот как-то Просто вот Говорят про них Про них обсуждают Но самим Никогда вот Не говорят Слов благодарности Вот я Как будто Мы сейчас находимся Ну где-нибудь В Олимпийском Например Сейчас Игорь Александрович Сейчас он поднимается Идет вместе К нам А вы его, пожалуйста Скупайте В Олимпийском Аплодисменты 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 Спасибо. Вот, 10 дисков, так называемых классиков, так называемых я говорю иронично, только потому, что здесь и мой диск. Я не могу себя классиками назвать, пускай называют другие. Значит, иллюстрирован художником Ренатом Шафиковым, спецназовец, он рисовал ручками свои картины, потом эти картины он рисовал уже, он закончил Суриковское училище, художественно. Вот, и у него есть очень добрый взгляд художника и очень жесткий, точный взгляд спецназовца. Там на верблюде, если он рисует шерсть, там видна каждая шерстинка. Если в глазах металл у кого-то, или если... Ну, здесь иллюстрировано это издание, 10 этих альбомов, начиная с Виктора Герстакова, тут и Морозов, тут и Минаев. Тут это самое. Ну, в общем, это раз. Я еще хочу одного человека вызвать. Я очень хочу, чтобы мы сфотографировались, потому что это, ну вот, на всякий случай останется, в общем-то, уже не только для нас. Танечка, пожалуйста, сюда. Я привез два таких альбомов. Поэтому я знаю, что периодики очень хорошие. И я думаю, что... Вот, каждый сможет так-то вот пересместить. Мы сейчас вот так вот встанем и сфотографируемся, а потом вообще сфотографируемся все вместе. Держи. Вот давайте, вот у кого... Так, и вот мой фотоаппарат. Давайте я вам помогу. Да, да, да. Кольчка, пожалуйста. Я сейчас даже сделаю все. Но нужно держать, вот знает Наталья, что нужно держать несколько секунд. Иначе это самое. Да. Виточка, оплотнее. Нет, не так. Вот есть знамя. Да, воркруга Прага, который подарил нам всем столько вот радости. Так, внимание. Снимай. Понятно. Повторим? Да, да. Улыбочку. Так, сейчас. Этот уже готов. Так, улыбочку. Друзья, давайте мы сейчас все вместе попробуем разместиться как-то. И он оттуда издалека сфотографируется. Лица будут видны не очень, но мы и каждый будем знать, что это мы. Идите к нам быстрее, все. Давайте, мы так закончим первое отделение. Проходите. Проходите, поднимайтесь, следите. Я слышал о чешской скромности, но здесь она не должна быть. Попробуйте вспомнить. Все владеете русским языком. Да вы все русским? Пожалуйста, все любимые. Пожалуйста. Пожалуйста. Да, и мы это сделаем последним актом. Да, конечно. Да, конечно. Попробуйте, сейчас не будем тратить, но у нас просто раз цикла. Я не знаю, это было... Это замечательные циклы, это замечательные барды, даже не песы, это, я не знаю, точно. И очень волновался Сиди сегодня вместе с вами в этом зале. Волновался я, во-первых, за ребят, насколько им удастся донести через 25-27 лет после тех афганских событий, ну, а события Северного Кавказа, в общем-то, совсем свежие. Но, тем не менее, как им удастся донести эту атмосферу в своих песнях? Я волновался очень за зрителей. Как они в этой благополучной европейской стране, Чехии, смогут понять крик души, крик боли в песнях, вынесенных из военных походов. И, к счастью, все произошло очень органично, очень гармонично. Все поняли друг друга, я видел это по вашим аплодисментам, слышал по аплодисментам, видел ваши лица, когда особенно пели фронтовые песни, все их подпевали с удовольствием. Я буду краток, мне очень радостно сегодня видеть своих друзей. С Витером, я, правда, вчера только поднакомился, много слышал о них, но я просто давно уходился из армии, с Мишей, он был тогда еще лейтенантом. Кстати говоря, один такой маленький штрих. Он 26 лет назад не умел играть на гитаре, и он пришел на конкурс, мы встретились в Кабуле, в Доме офицеров. Он выходит на сцену, садится, берет гитару, оказывается, он сделал ее, чтобы руки не третились. Он просто, вот у него была такая нервная куча, но был прекрасным поэтом и остается таковым. Прошло четверть века, он стал полковником, стал членом Союза и, наконец-то, учился играть на гитаре. Я поздравляю тебе вновь. Спасибо. И думаю, что... Я очень много, как и вы тоже знаете, случаев, когда в шоу-бизнесе или в такого рода деятельности, ну, случаются всякие события, человек заболел, допустим, артист, не выезжает на гастроли. Две недели назад Миша перенес тяжелейшую операцию, но зная, что концерт уже объявлен, что уже собираются люди, что люди хотят услышать голоса бардов-афганцев, бардов-армейских, пограничников, которые были на полях сражений, он, несмотря на сложное, что это такое, физическое состояние, приехал. Это великий, я считаю, не только подложение к Мишу, подвиг артиста, который уважает своего зрителя. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Второе изменение, продолжу, твои друзья. Мы сейчас первое закончим. Да, но я буду еще еще подаваться. Вчера мы с ребятами вечером встретились, и посмотрели, как... Это была фантастическая встреча. Это эликсир творчества. А, нет, творчества. Закрипит и настроение вчерашнего. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Леша Кудрявца. Батя, сачка, бать. Иди сюда. Мы споем, батальон. Подпоешь ты нам сейчас. Друзья, мы это Алексей Кудрявца. Мы вас знаем, что мы можем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мы сейчас будем все баллы вести за счет его. А ты тогда наш шевелю губами. А вы будете такие, как бусы. Это самая известная афганская песня. Написал ее Игорь Морозов. Написал еще до Афгана. Посетил своему отцу-разведчику. Но Афганя подхватила и свои фестивальные. Мы долгое время и сейчас порой заканчиваем именно этой песней. Называется она «Батальонная разведка». А на войне, как на войне. А нам труднее там вдвойне. Едва взойдет над сумками рассвет. Мы не прощаемся ни с кем. Чужие слезы нам зачем? Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег. Мы не прощаемся ни с кем. Чужие слезы нам зачем? Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег. Батальонная разведка Мы без дел скучаем редко Что ни день, то снова поиск, снова горы Ты, сестричка, в медсанбате Не тревожься, Бога ради Мы до свадьбы доживем еще с тобой Ты, сестричка, в медсанбате Не тревожься, Бога ради Мы до свадьбы доживем еще с тобой А если так случится, друг, тебя навек оставлю, друг Не осуждай меня, война тому вину Тебе наш родный старшина отдаст минали ордена В разведке, заработанной мной Тебе наш родный старшина отдаст минали ордена В разведке, заработанной мной Батальонная разведка, мы без тел скучаем редко Что ни день, то снова поезд, снова год Ты, сестричка в медсанбате, не тревожься, Бога ради Мы от свадьбы доживем еще с тобой Ты, сестричка в медсанбате, не тревожься, Бога ради Мы от свадьбы доживем еще с тобой Когда закончится война Мы все денем ордена Гурбою сядемся за дружеским столом И вспомним тех, кто недожил Кто недопел, недолюбил И чашу полных товарищам нальем И вспомним тех, кто не дожил, кто не напел, не долюбил И чашу полную товарищам нальем И мы припомним, как бывало, в ночь шагали без привала Рвали проволоку, брали языка Как ходили мы в атаку, как делили с руком флягу И последнюю щепотку табака Как ходили мы в атаку, как делили с руком флягу И последнюю щепотку табака И все вместе нужно Ватаринная разведка Мы без дел скучаем редко Что ни день, то снова поезд, снова полень Ты сестричка, мне санбати, не тревожься благодати Мы до свадьбы, да живем еще с тобой Ты сестричка, мне санбати, не тревожься, Бога ради Мы до свадьбы, да живем еще с тобой, да золотой Ты сестричка, мне санбати, не тревожься, Бога ради Мы до свадьбы, да живем еще с тобой АПЛОДИСМЕНТЫ